Приветствую вас! Вы знаете, я думаю, что для такого серьезного вопроса, который вы задаете, вы предоставили мало информации очень, потому как нужно понять и обстановку, в том числе, в вашей семье, как все складывается у вас в семье, как отношения в семье, да, как взаимодействовать друг с другом, вот, в семье. Какие эмоции получает, значит, ребенок, опять же, в вашей семье, вот, и так далее. То есть это все такие достаточно важные моменты, на мой взгляд, которые нужно разобрать. Потому что, ну, потому что слишком мало информации. А пока, пока то, что я вижу, ну, я могу сделать вывод только лишь о том, что ребенок действительно перегружен. Вот. То есть я могу сделать вывод, что ребенку действительно тяжело. то есть кто-то его очень сильно перегружает, вот, сейчас. Хотя, конечно, конечно, нужно выяснять, что именно его перегружает, и что именно его напрягает. Обратил внимание, что в качестве рычагов воздействия вы используете наказание, вот, что, в общем, немного странно. Я думаю, что ребенку можно показать врачу, общей практике врачу можно показать ребенку. Вот. Я не думаю, что у него что-то серьезное. Я думаю, что, раз посмотришь, ну, может быть, какие-нибудь, что-нибудь такое поддерживающее, лёгкое предложит. Вот. Ну и поменьше нагрузки, конечно, стараться. Если проблема сохранится, то уже можно будет к психологу. Ну, мне кажется, это, знаете как, это проблема внимания, это здесь чисто, это не психологическая проблема, мне кажется. То есть, вот, именно, если, ну, если мы говорим, именно опираясь на, ну, на симптомы, которые вы описываете, да, если мы опираемся, что это не психологическая проблема, это все-таки больше, а, больше именно следствие. Вот это именно следствие. Не сама проблема, проблема по себе, как бы. Вот. То есть, за этим может что-то стоять. За этим может что-то стоять. За этим, эээ, может, эээ, что-то, крыса. Вот. А может и нет. А может и не крыса. Понимаете? То есть, вот это вот такой, эээ, двояркий момент и лучше, лучше, на мой взгляд, ситуацию пока не усложнять. Вот. Ну, на мой взгляд, опять же. Так. Вот. То есть, лучше ситуацию пока что не форсировать ребенка, не пугать, что у нее могут быть какие-то проблемы. А просто, вот, эээ, проанализировать. Во-первых, когда это началось. Надо было видеть, что, эээ, учится, ходит в кружки, вроде все хорошо. То есть, вот, просто спросите ее, для начала, что ей нравится из того, что она делает, а что еще, что ей не нравится из того, что она делает. Вот. Просто спросите у нее об этом. А я уверен, эээ, что, увидите для себя много интересного услышать. Вот. А будьте только готовы к тому, что ребенок, возможно, сразу вам не ответит, потому что у вас есть какие-то, ну, триггеры, эээ, взаимодействия. То есть, как-то вот вы друг с другом общаетесь, как-то вы уже есть какие-то наработки, да, общение друг с другом. И тут, соответственно, могут быть, эээ, какие-то сложности, трудности в понимании. Вот. Поэтому вам ребенок, эээ, может быть, изначально, сразу, эээ, не скажет, не скажет. Вот. Ну, опять же, это, эээ, нормальная позиция, нормальная история. Вот. Нужно относиться к этому естественно. То есть, несколько раз желательно спросить ребенка по поводу того, что ей хочется, что ей не хочется. Тогда. Что касается информации, то, эээ, опять же, чтобы отвечать на этот вопрос, нужен более детальный анализ. Ребенок совершенно не нужен. А детальную, детальную консультацию можно провести с вами. То есть, ребенок абсолютно для этого не нужен. Его, наверное, поначалу-то не стоит, эээ, напрягать, его поначалу не стоит трогать. Вот. А дальше уже будет видно. Вот так. Что касается того, нормально ли это, то нет, 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 к сожалению, это не нормально. Вот. К сожалению, это вообще достаточно такой тревожный симптом. Вот. Потому что, эээ, это говорит о том, что психика ребенка вещается что-то вытесняет. И, соответственно, оставлять без внимания данный аспект категорически нельзя. Так что, если вы хотите разобраться с этой ситуацией, то вам надо бы выбрать, эээ, себе психолога, да, и поработать, эээ, с ним, в принципе, можно выбрать будет детского психолога. Ну, вот. Но, в принципе, придет любой. Так что, выбирайте. А, хотя бы здесь на ресурсе выбирайте и начинайте общаться, беседовать, договоритесь о консультации, да, и, соответственно, вперед. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Ну, а я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok